Добрый вечер, уважаемые коллеги. Пожалуйста, просигнализируйте, что вам все в порядке, чтобы я могла начать нашу сегодняшнюю встречу. Поговорим сегодня о очень красивом, необычном и эффектном формате про анимацию поговорим. Анимация используется и не только в школе, и в библиотеке, и с ее помощью можно сделать много чего. Просто создать какой-то нескучный видеоролик, создать приглашение на мероприятия в библиотеку, например, прорекламировать книгу, рассказать о своей школе, классе, вузе, рассказать о своей библиотеке, представить виртуальную выставку изданий. Ну, практически вот это только маленький такой список, что можно представить в формате анимации. Это всегда необычно, это всегда привлекает внимание и пользуется интересом не только у детей, у подростков, но и даже взрослая публика с удовольствием смотрит анимационные фильмы и мультики. Так что этому жанру все возрасты покорны. Если говорить о том, какая она вообще бывает, поговорим конкретно о любительской анимации, не будем мы замахиваться на какие-то грандиозные программы. Мы поговорим про онлайн-сервисы, которые доступны всем и каждому, желательно бесплатно, в интернете, без скачивания чего-либо. То есть хотелось бы с минимальными затратами ресурсов, времени научиться создавать какую-то очень простую анимацию. Вот об этом сегодня и поведем разговор. Итак, ну какая она бывает? Ну, во-первых, если вы любите рисовать, или ваши дети любят рисовать, школьники, читатели, то можно попробовать превратить свои рисунки в гиф-анимацию рисованную. Можно создавать говорящие картинки. Здесь уже рисовать не придется. Здесь мы озвучиваем картинку, но при этом она минимально анимированная получается. Чуть посложнее вариант уже с покадровой анимацией. Здесь мы уже приближаемся к таким более профессиональным технологиям, когда рисуем отдельные кадры, и потом из этих кадров создаем мультфильм. Ну и, наконец, очень популярный жанр видеопрезентации в формате анимации, когда работа похожа на презентацию PowerPoint. Мы просто добавляем слайды, сценки, а потом из этих сценок монтируем готовый видеоролик. Ну вот примерно в таком порядке мы сегодня и будем общаться, протестируем кое-какие инструменты. Если инструмент без регистрации, то я вам сразу могу скинуть ссылку на сайт, и вы пока я тут рассказываю, можете порисовать, что-то потворить, может быть, получится что-то интересное. Ну давайте начнем с первого нашего инструмента. Начнем мы с нейросетей. Ну, что такое нейросети, я думаю, этот жанр не нуждается в представлении, то есть когда умная программа, умный сервис за нас делает нашу работу, нам остается только что-то загрузить и на выходе что-то получить. Это вот такой вот сервис, наверное, созданный прежде всего для развлечения, но с другой стороны, почему бы не порадовать своих маленьких пользователей, читателей, школьников, и тем более, что они могут это сделать сами. Сервис работает без регистрации. Ссылку я вам вверх послала. Давайте расскажу как. От нас требуется рисунок. Можно анимировать детские рисунки. Вообще здесь создатели как раз апеллируют к тому, чтобы детские рисунки загружали. То есть желательно, чтобы это была какая-то фигурка человечка с головой, руками, ногами, вот чтобы ее нейросеть могла идентифицировать как человечка. Ну, а дальше вот такие манипуляции. Во-первых, выделяем фигурку человечка, сервис нам с этим поможет, а дальше он нам рисует вот такую вот скелетную структуру, скажем так, показывает, где ручки, где ножки. Вот за эти точечки можно двигать, менять немножко, если сервис ошибся. Ну, вот в данном случае он вообще все отлично нам нарисовал. Дальше, после того, как все это идентифицировано и настроено, дальше ждем, когда сервис нам сгенерирует пляшущего человечка. Назовем ему вот так. Мы можем выбрать, в каком жанре он будет у нас двигаться. Либо он танцевать будет, либо он будет веселенький, прыгать, бегать, или просто прогуливаться. Здесь большая библиотека всевозможных эффектов. Ну, и дальше что? Мы можем поделиться ссылкой, скачать можно в формате MP4, ну, и, в общем, порадовать себя и других. Такая вот работа очень простая, нескучная, очень веселенькая. Вот что у меня получилось. Я не брала детский рисунок, просто фигурку человечка взяла, и вот такое веселье вышло на выходе. Ну, давайте еще посмотрим, что еще. Есть сервис Brash Ninja, который тоже работает без регистрации. Давайте я вам тоже ссылку кину. Можете порисовать сейчас. Перед нами сразу открывается вот такое белое пустое поле, на котором мы, собственно, и будем рисовать. У нас есть вверху инструменты для рисования, кисточки, фигуры, можно добавлять тексты, можно писать, ну, и разные виды инструментария. Это я перевела на русский язык, потому что сервис англоязычный, вы можете это сделать с помощью, там, Google-переводчика или Яндекс-переводчика. Выбираем маркером рисовать, либо там ручкой, либо еще чем-то. Это толщина линий, но это, соответственно, цветовая гамма. С правой стороны у нас есть заливка. Можно загрузить свой собственный фон, он будет отображаться на всех картинках одинаковый. Как здесь работает? Здесь принцип покадровой анимации. То есть мы рисуем несколько кадриков друг за дружкой, они немножко друг от друга отличаются. Например, у нас там двигается какой-то персонаж, растет цветочек. Давайте я вам ссылку в чат отправлю, что нарисовалось у меня. Ну, из меня художник не самый выдающийся, поэтому вот что получилось в итоге. И вот за счет вот этой быстрой смены этих картинок получается какой-то эффект движения, либо там что-то исчезает, пропадает, либо еще какие-то перемещения возникают в кадре. Вот это так делается вручную в данном случае. Мышкой рисовать, конечно, не очень удобно, хорошо там графическим планшетом пользоваться. Но даже мышкой можно что-то такое простенькое изобразить. Итак, мы создаем ряд кадриков, их можно копировать. Настраиваем скорость анимации, через кнопку «Добавить» добавляем новый кадр. Настраиваем скорость анимации с помощью вот этого спидометра. Ну, и дальше получаем какую-то вот замечательную картинку на выходе. Вот у меня лепесточек тут растет. На первом картере одна линия, на втором другая, ну и так далее. Это полное выращивание цветочка, прорисовка. Ну, дальше все это можно проиграть. И готовую работу можно скачать на компьютер, опять-таки в формате GIF. Ну, и, собственно, порадоваться полученному эффекту. Это хороший инструмент для юных художников, для тех, кто любит рисовать, любит проявлять себя в творчестве. Можно им порекомендовать такой инструмент, он достаточно несложный. Другой вариант, вот этот, FlipAnim, он, в общем-то, даже по функционалу очень похож. Здесь единственное отличие, здесь еще возможность работать со слоями. Здесь свои картинки грузить нельзя, здесь все придется рисовать, но зато есть возможность добавлять слои. То есть, когда у нас один рисунок, поверх другого будет появляться. Инструменты здесь нарисованы, здесь ничего переводить на русский не надо, здесь, собственно, весь инструментарий понятен. Выбираем инструмент, выбираем цвет и рисуем. Точно так же кадры можно просто добавлять, либо копировать. Ну и скорость анимации настраиваем по этой линии. Ну и дальше смотрим, что получилось. А что может получиться, давайте я вам покажу. Это не мой рисуночек, я позаимствовала на сервисе. Там, кстати, есть галерея. Вы можете свой собственный рисунок загрузить в общую галерею, его там могут найти и посмотреть. Но если не хотите, можно просто ограничиваться скачиванием. Если вы хотите завести личный кабинет, там тоже есть такая возможность, можно его завести, и все работы, чтобы сохранялись в нем. А так скачивается тоже в формате GIF. Все очень даже несложно. Это что касается рисунков и все, что с ними связано. Давайте посмотрим, если мы рисовать не хотим, а хотим что-то тоже минимальное сделать в каком-то необычном жанре. Ну, давайте присмотримся к жанру ковыряющих картинок. Как это работает? Вот, например, сервис Воки. Это сервис создает анимированные аватарки. То есть мы здесь в этом конструкторе создаем какого-то героя, можно похожего на себя, можно вообще какого-то абстрактного персонажа. Тут есть и животные, и лошадки, и какие-то абстрактные предметы. Вот. Одеваем его, создаем образ, загружаем, вернее, не загружаем, выбираем фон. Здесь свои картинки загрузить не получится, выбираем из того, что есть. Ну, раскрашиваем, выбираем стиль оформления, всего этого. Ну и на последнем этапе мы добавляем озвучку. И у нас эта аватарка начинает говорить, то есть двигать губами и произносить какой-то текст. Текст записывается заранее, вы загружаете его в формате mp3 внутрь сервиса. Единственное ограничение здесь не больше 60 секунд. Вот. Я вам ссылочку сейчас отправила, там у меня ребенок читает стихотворение. Это же вот известный такой жанр, да, конкурсы чтецов, когда мы просим ребенка прочитать стихотворение, а еще сделать какую-нибудь видеозапись. Ну вот как вариант можно попробовать, например, предложить им не запись сделать, а свою аватарку сделать и записать свое стихотворение. 60 секунд вполне нормальная длительность как раз для небольшого стихотворного отрывка. Вот. Работается здесь очень быстро, просто. Единственное ограничение до трех аватарок. И скачать их нельзя, можно получить только ссылку на них. И еще я встраивала кодом на сайт, и в блоге тоже эта функция здесь работает. Можно обхитрить сервис. Сгенерировать код и самостоятельно их встроить на сайт и в блог. Вот такая неплохая альтернатива, на мой взгляд. Похожий на него сервис. Он не такой эффектный в данном случае. Сервис PlayBoris. Тоже создает говорящие картинки. Как он работает? Здесь у нас анимация создается такая, очень простейшая такая, родом, наверное, из конца 90-х, начала 2000-х. Двигающийся рот. Ну, вы наверняка видели такие видеоролики, где там персонажи начинают разговаривать ни с того, ни с сего. Ну, здесь вот такая простейская анимация. Ну, тоже довольно любопытный вариант. Загружаем картинку. Дальше с помощью вот этих вот кружочков маркеров мы фиксируем, где у нас тут рот, который должен двигаться, анимироваться. После этого загружаем озвучку. Озвучка в формате MP3, то, что все заранее записано. Но здесь ограничение чуть побольше. 30 секунд бесплатного времени дается. Ну, очень небольшое стихотворение или очень небольшой рассказ можно записать. Ну, и вкладываем в уста нашего персонажа. Это все. Сохраняем, получаем ссылку, код, можно на сайт и в блог вставить, и делиться, как угодно. Здесь ограничений как раз по количеству картинок нет. Можно бесконечное число таких говорящих картинок создавать и использовать их в своей работе. Ну, вот одну идею я вам предложила, например, там стихи читать, записывать и так далее. Может быть, придумаете что-то другое для такого жанра. Еще один жанр, жанр по кадровой анимации. Но я уже о нем начала немножко разговаривать, когда сказала вам, что можно рисовать рисунки и выстраивать из них какой-то сюжет. И за счет быстрой смены появляется движение. Вот в этом сервисе он без регистрации. Вот примерчик вам дам. То, что у меня, вернее, не у меня, это чужая анимация, я делала что-то похожее, тоже с рыбками. Это очень простой сервис для детского творчества. Анимейт. Ноль плюс у него маркировка. То есть это то, что можно предложить чуть ли не дошкольникам или младшим школьникам. Регистрация здесь не нужна. Заходим на сервис, добавляем картинки. Здесь есть набор картинок, фонов. Выбираем то, что нам нравится, располагаем на экране. Ну и дальше вот из таких кадриков создаем непосредственную анимацию. Как это работает? Мы можем скопировать кадр и таким образом создать эффект движения. Допустим, на первом карте в слайде у нас вот такая позиция персонажа. Копируем слайд, дальше персонажа двигаем куда-нибудь. И за счет быстроты движения получится, что он как будто бы действительно двигается. Дальше опять копируем, еще двигаем в сторону. Ну вот таким образом создается, собственно, и анимация, весь эффект. Все волшебство за счет этого. Количество кадров здесь никак не ограничено. Вообще сервис абсолютно бесплатный, как раз для детского творчества. Готовый мультик можно скачать на компьютере в формате GIF. Что здесь еще есть? Ну, во-первых, можно настроить скорость смены кадров, сделать, чтобы это все по кругу крутилось. Можно, например, сделать GIF-картинки, которые очень любят в блогах и в социальных сетях. Вот для этого как раз функция движения по кругу может пригодиться. Дальше есть еще такие вспомогательные функции, как показывать предыдущий слайд и следующий слайд. Это для того, чтобы сделать точную анимацию, чтобы у нас персонаж двигался точно туда, куда мы хотим. Как это работает? Ну вот такой полупрозрачный, как это, силуэтом, мы видим, что у нас на предыдущем кадре персонаж находился немножко левее. И здесь, и здесь. То есть мы можем эту траекторию более четко прописывать за счет показа предыдущего и последующего кадра. Так будет интереснее и понятнее работать. Единственный недостаток, сюда нельзя свои картинки добавить. Все остальное совершенно спокойно, без ограничений можно. Сервис посложнее, аниматрон. Здесь уже анимация немножко другого плана. Сервис тоже создает гиф-анимацию, поэтому я его отправила в раздел с покадровой анимацией, хотя здесь немножко уже принцип другой. Давайте обо всем по порядку. Вот первую ссылку я вам отправила. Ладно, вторую чуть попозже, уже по ходу рассказа. Итак, как это работает? Вот так выглядит конструктор аниматрона. Что у нас здесь происходит? Извините, тут живые организмы гуляют. Итак, аниматрон. В центре слайд. Здесь тоже работа очень похожа на презентацию. То есть мы создаем несколько слайдов. Они у нас тут с правой стороны все отображаются. На каждом слайде разворачивается какая-то своя ссылка. Не копируется ссылка? Правой клавишей мыши. Ну, не знаю. Откройте ее в отдельном браузере и скопируйте из браузера. Можно так попробовать, если она не копируется. Просто на нее нажмите из чата. Она должна у вас в отдельной вкладке открыться, а потом вы из браузера просто ее скопируете. Все примеры, которые я тут в чат кидаю, они все, по большей части, внутри презентации. Вот здесь, в гиперссылочках скрыты. Так что, если вы какую-то ссылку потеряли, ничего страшного. Скачайте всю презентацию, она там будет. Ну, давайте смотреть, как это работает. Во-первых, у этого сервиса есть два режима. Эксперт и лайт. Лайт – это упрощенный вариант с минимальным набором инструментов. Эксперт более продвинутый. Лайт позволяет создавать просто сценки анимированные, где уже все настроено. Персонажи появляются, там даже есть в ряде плонов музычка. В общем, там все уже готовый продукт, что называется. Режим эксперт позволяет уже делать что-то более самостоятельное. Например, рисовать траекторию движения. Вот то самое, эту покадровую анимацию. Вот она здесь тоже реализуется, эта функция, только в другом виде. Вот это у меня сейчас включен самый простой режим. С левой стороны – это у меня набор сценок. Здесь они все по тематике собраны. Есть тут сценки в офисе, на необитаемом острове, природа и так далее. Внутри каждого наборчика уже есть какие-то персонажи, готовые сценки. Вот я вам ссылочку сейчас отправила. Это я полностью смонтировала из просто сценок, самых простых. Собрала несколько сценок, придумала, про что это может быть. Написала там тексты кое-где. Вот и получилось вот так. Еще левее здесь инструменты, которые мы будем пользоваться работой. Можно открыть ссылку, а затем закрепить вкладку у себя на панели. Да, можно и так попробовать. Давайте посмотрим на эти инструменты поближе. Ну, значит, берем тогда из презентации эту ссылку. Вот скачайте презентацию, она там будет. Итак, что у нас здесь есть? Вот о чем я говорила. Анимированные наборы. То есть для простоты можно просто взять готовую сценку. Брать можно целиком, а можно взять конкретных персонажей. Дальше. Есть видео, которые можно вставлять, фотографии, но, к сожалению, это все платное. Поэтому про это забываем. Из бесплатного у нас есть фоны, тексты можем писать и аудио. Дополнительно мы можем грузить сюда свои картинки. На слайдик расставляем персонажей, добавляем сценку, добавляем какую-то музыку из библиотеки сервис или свою подгружаем. Здесь можно даже озвучку добавить. И на выходе получаю, к сожалению, только GIF. Вот, аниматрон работает в формате GIF. Если нам нужно движение на экране посмотреть, то есть у нас персонаж будет появляться красивенько, исчезать красивенько, то это делается на ленте времени. Вот здесь она внизу находится. Вот этот персонаж, это прям готовая сценка была. Я ничего здесь не редактировала. У него уже есть какая-то анимация. Вот она здесь опозначена, тоже взятая из сценки. Он появляется увеличением. То есть постепенно проявляется его фигурка. На ленте времени обозначено это белым. Проявляется примерно полторы секунды. Если хотим побыстрее, двигаем маркер влево. Если хотим помедленнее, соответственно, вправо двигаем. И вот с помощью этих двух синих маркеров мы устанавливаем эту анимацию. Дополнительно тут есть еще и функция звука. Нажимаем на нотку, добавляем какой-то звуковой файл. Здесь я вставила, допустим, текст. Он тоже на ленте времени отображается. И мы можем точно так же отредактировать и текст. Щелкаем по тексту и двигаем, когда он появится, когда исчезнет. Вот такая многофункциональная лента времени. Мы к этому инструменту еще будем возвращаться, потому что во всех остальных сервисах она постоянно у нас будет появляться. И работать она будет примерно так же. Продвинутый режим. Здесь, кроме того, что я озвучила, есть еще режим рисования. И вот здесь можно рисовать карандаши, кисточки, фигуры, заливка есть, ластик. Можно масштабировать и панорамировать, то есть сделать покрупнее, помельче персонажей, приближая, отодвигая их. То есть здесь такой более серьезный подход к анимации. Плюс на ленте времени мы можем нарисовать траекторию движения. В облегченном режиме мы просто управляли, когда герой появится, когда исчезнет. А здесь мы можем прорисовать его траекторию. Ну вот, как это у меня получилось, давайте покажу. Я просто взяла тут несколько персонажей, набросала на сценку и попробовала их заставить двигаться. Берем героя. На ленте времени вот он у нас появился. Вот его время нахождения на экране, обозначенный синим цветом. А дальше я буду рисовать так называемые ключевые сцены. Что это такое? Это я буду двигать героя. Вот в покадровой анимации мы тогда рисовали много кадриков. И за счет этого происходило движение. Здесь тот же принцип, но реализуется на одном слайде. То есть нам не нужно много кадров создавать. У нас есть один кадр, по нему мы будем двигать. Первая сценка. Вот здесь он у меня в центре стоит. Я щелкаю по ленте времени и фиксирую, что на первой секунде он будет стоять именно здесь. Дальше я двигаю персонажа в другое какое-то место и щелкаю опять по ленте времени. Показываю, что на третьей с половиной секунды он появится в другом месте. И на ленте появятся такие черные бриллиантики. За счет этого герой будет двигаться по заданной траектории. Мы можем и вверх, и вниз, и в сторону, и как угодно эту траекторию рисовать. И на самом слайде появятся вот такие пунктиры, которые будут отображать его движение. Если у нас расстояние между точками контрольными большое, значит герой будет двигаться быстро. Чем чаще мы будем выставлять эти точки, тем он будет двигаться медленнее. И так мы можем редактировать то быстро, то медленно. Вот такая вот более подробная настройка. Все остальные функции здесь примерно такие же. Тоже у нас герои появляются, исчезают. Можно добавить музыку, озвучку, если захотим. И так далее. Такой более серьезный подход к мультику. Бесплатный тариф с ограничениями до пяти проектов можно создать бесплатно. И если вы по ссылке перейдете, то увидите, что там очень маленький формат видео. Ну, GIF-анимация, она очень такая маленькая. К сожалению, на большом экране ее показать, если и можно, то с большим трудом. А вообще ее лучше, конечно, встраивать на сайты и в блоге. Она там смотрится намного интереснее. Поэтому здесь как плюсы есть, так и минусы у этого сервиса. Но вообще сервис довольно симпатичный. Для работы может пригодиться. И вот мы с вами добрались до видеопрезентаций. Огромное количество инструментов есть для их создания. Я выбирала из своего опыта, выбрала то, что я использовала, то, что протестировала, естественно. И то, что есть в бесплатной версии, то, что можно самим попробовать. Давайте по порядку. Итак, ну в чем принцип анимации в формате видеопрезентации? То есть у нас есть слайды. На слайдах мы грузим какие-то объекты. Они красиво появляются, исчезают. Есть вариант, когда там рука пишет какие-то тексты анимированные. Есть озвучка, есть музыка. Вот в таком формате. Вот этот сервис Simple Show, он хотя и работает в этой нише, так сказать, но он немножко отличается. Потому что он работает по сценарному плану. Что это такое? Ну, все гениальное просто. Создатели сервиса подумали так. Мы вписываем сценарий по кадрам. Ну, как вот фильм, раскадровка есть. Здесь у нас есть какой-то шаблон из нескольких слайдов. На каждый слайд мы вписываем текст. Здесь внизу количество знаков, которые мы можем использовать. Одна фраза, один слайд. Здесь у нас даже есть подсказки и примеры, что писать на каком слайде. Дальше. Сервис в режиме интеллекта. Не сказать, что это нейросеть, потому что она появилась немножко раньше. Ну, искусственный интеллект назовем так. Для нашего текста подпирает картинки самостоятельно из своей библиотеки. И показывает, что у него получилось на этапе. Ну, вот, например. Я вам ссылочку на сам видеоролик отправила, а вот покажу изнутри его начинку, что называется. Вот у меня первая фраза. Состоит из двух предложений, из коротеньких. Сервис, то, что он визуализировал, он выделил бирюзовым цветом. Вот он три слова выделил у меня. И подобрал к ним картинки. Текст я уже написала самостоятельно. Взял он их из своей библиотеки, которая находится с правой стороны. И так он будет поступать со всеми слайдами, которые мы добавили. Нам могут эти картинки понравиться, могут нет. То, что не нравится, естественно, удаляем. Если мы считаем, что какое-то слово визуализировано, вернее, не отображено, мы по нему просто щелкаем, и сервис нам предлагает какую-то еще картинку. Ну, вот, например, я хочу там визуализировать слово «посчитаем». Если я по нему щелкну, там, у меня нарисуют какие-нибудь счеты, я не знаю, интеграл какой-нибудь и так далее. Вы можете точно так же пощелкать по всем словам, посмотреть, что сервис предложит. Можно на одном слайде разместить до 10 объектов вместе с текстом. Если какая-то картинка не нравится, мы ее либо удаляем, либо меняем на другую. Здесь есть поиск в библиотеке. Здесь есть какой-то набор уже стандартный. Часть картинок здесь будет платная, они будут значком помечены, мимо проходим, все остальное можно использовать. Это у нас картинки неодушевленные, называются они illustrations. Есть картинки одушевленные characters, это людские фигурки. Можно грузить свои изображения, фотографии, тексты писать, ну и рамочку можно добавить, если очень захочется. Картинки вот в таком вот черно-белом изображении, ну такая своеобразная, надо сказать, анимация. Если нам не нравится этот формат, просто загружаем свои изображения. И принцип анимации здесь в чем? Рука эти картинки на слайд вносит, а потом их встряхивает. И следующие. Вот таким вот образом здесь все работает внутри сервиса. Заменяем, пишем так, как надо. Ну и следующий этап у нас предлагается озвучка. К сожалению, здесь нельзя добавить музыку, музыкального фона здесь как такового нет. Зато есть искусственный интеллект, который нам озвучит это все женским или мужским голосом. Здесь у нас есть Татьяна и есть Максим, которые озвучивают. Но озвучка специфическая. Если вы послушаете мой видеоролик, то увидите, что... Ну слышно, что это робот озвучивает, но с другой стороны это все делается очень быстро. Это хороший вариант, опять-таки, для быстрой анимации. Если вы какой-то проект можете школьникам дать, чтобы они самостоятельно что-то быстренько смастерили, то вот, в общем, неплохой вариант. К сожалению, здесь нельзя свой голос записать, и здесь нельзя загрузить какой-либо музыкальный файл. Но зато с помощью озвучки робота получаем готовое видео. Делается это все буквально минут за 20. Можно видеоролик целый создать. К сожалению, опять-таки, скачать видео нельзя. Как я не хитрила, не удалось мне его скачать с компьютера. Единственное, можно скринкастом это снять, если очень захочется. Дается просто ссылка, которой можно делиться, например, в социальных сетях и так далее. Ну, единственное, что когда делаем такой видеоролик, не используем сложные термины, потому что сервис неправильно поставит ударение или как-то их переиначит. Можно на английском, естественно. Любой язык поддерживается. Вы можете писать на английском, на французском. Когда вы работаете с видеороликом, можно на первом этапе выбрать язык. Я про это не сказала, но потому что по умолчанию с русским работаем. А так, да, выбираем там любой язык. Вы можете выбрать английский. Там большой список любых языков практически. И работать с английским. Вот, так что можно любой вариант. Очень хороший сервис Bitable. К сожалению, он сейчас изменил свою тарифную политику. Если вы им пользовались, то, может быть, даже об этом слышали. Что он сейчас убрал бесплатный тарифный план, хотя оставил демо-версию на 7 дней. Я одно время очень переживала по этому поводу. Сервис мне нравился. Я его часто использовала в работе. И жаль было с ним прощаться. Но потом подумала, а почему бы и нет. 7 дней – это неплохой вариант для создания каких-то очень таких хороших, качественных проектов. Когда мне, например, для мероприятия нужно вот хорошее видео в Full HD качестве, чтобы оно было без водяных знаков, без всяких там каких-то помех, чтобы показать на большом экране, порадовать своих зрителей. Вот, анимации. И вот за эти 7 дней можно создать неограниченное количество видеороликов. Можно и скачать на компьютер немножко обходным путем, я в конце расскажу. Можно их, получить ссылку, естественно, на них. Никаких водяных знаков, хорошее качество. Что еще надо для видеоролика и без ограничений. Так что вот, для каких-то краткосрочных проектов… Кстати, здесь есть опция совместной работы еще в этом сервисе. Вот, для каких-то очень важных краткосрочных проектов Bitable может пригодиться. Я вам сделала рекламный ролик про Мурманскую область. Ссылочку отправила в чат, чтобы вы оценили и качество, и увидели, что никаких водяных знаков на нем точно нет. Ну, давайте смотреть. Сервис очень простой. Здесь у нас есть сценки, которые мы добавляем из библиотеки. Внутри сценки уже есть текст, уже есть какой-то персонаж, он анимированный. Наша задача просто заменить текст, загрузить свои картинки, если мы очень захотим. Ну, и настройки появляются с правой стороны. Вот, например, у текста можно поменять шрифт, жирность, отцентровать, начертания выбрать, цвет выбрать, а вот это анимация. Новая сценка добавляется плюсиком. Здесь есть готовые шаблоны, это еще проще. Можно взять шаблон, вот как здесь у меня. Здесь уже есть 10 каких-то сценок с текстами, есть музыка, можно даже озвучку записать, если очень хочется. В общем, здесь можно работать без ограничений. Единственное ограничение, что нельзя напрямую скачать. Все остальное здесь можно, и все шаблоны будут бесплатные, на 7 дней все будет ваше. Итак, ну вот, пожалуйста, я здесь проиллюстрировала, как я работала над этим роликом. Вот я взяла сценку, я с нуля работала, то есть здесь у меня ничего пока нет. Я добавила первого героя в мишку, и вот шрифт поменяла, анимацию добавила. Можно добавить картинку. Вот этого мишку можно подредактировать. Если он слишком долго, например, машет лапой, можно это уменьшить. Все здесь настраивается, все меняется. Это все делается в разделе Edit. Новая сценка добавляется плюсиком. Здесь же в этом разделе добавляем музыку и озвучку. Просто щелкаем ноткой, это у нас музыка, а микрофончик, это у нас озвучка. Здесь есть библиотека файлов, из которых тоже выбираем, и все тоже бесплатно. Вот здесь есть хорошая кнопочка «Пригласить людей», «Invite people», это для совместной работы. Ну, вдруг пригодится. Что здесь еще есть хорошего? Ну, аудиотреки есть хорошие. Причем мы можем выбирать здесь из любого. Вот этот базовый и премиум. Премиальный тоже работает. Вот так что и оттуда можем. Можем свои аудиофайлы загружать. То же самое касается и озвучки. Можно записать, можно загрузить готовый файл. Дальше, после того, как мы все отредактировали, посмотрели, что все замечательно, можно настроить стиль. Ну, чтобы на всех слайдах был одинаковый фон. Я не стала придумывать, я оставила, как было в шаблоне. Мне даже показалось, что так интереснее, разный фон. Но если вы хотите все в одних цветах сделать, то, пожалуйста, вот варианты. Даже можно шрифт настроить, цвет текста, анимацию, фон, все что угодно. В разделе «Стиль» редактируем это все. Ну и в заключении получаем ссылочку, нажимаем на кнопку «Publish», публикуемся, получаем ссылку. Что сделать с этой ссылкой можно? Можно, допустим, скачать. Да, я пробовала через такой сервис, называется GetVideo, который с YouTube скачивает. Вот, с помощью этого сервиса я просто эту ссылку туда вставила, как обычно скачивают с YouTube, и оно у меня чудесно скачалось на компьютер, этот видеоролик. Так что, хотя здесь и закрыто скачивали, но чисто теоретически это можно скачать. Вот, замечательный инструмент, жалко, что он только 7 дней. Ну, для красивых проектов можно зарегистрироваться и не один раз. Так что, во всякий случай, я в копилке его держу, для чего-то грандиозного можно использовать. Render Forest – это уже бюджетный вариант у нас. Это тоже такой же сервис на русском языке, поэтому его очень любят. Но в бесплатном тарифе он будет с водяным знаком, качество 360. Ссылочку я вам отправила, можете посмотреть, как это выглядит в реальности. Итак, здесь все точно самое, а тут даже, видите, как все очень похоже. Внизу сценки, через плюсик добавляем новую. Есть готовые шаблоны, из которых можно выбирать. Кстати, здесь тоже очень много шаблонов, как и у Bitable. Есть разные персонажи. Меняем текст, меняем, можно кое-где загружать свои картинки. Можно менять стиль оформления слайда, выбирать шрифт, цвет, текста и так далее. Далее музыка. Музыка здесь тоже поддерживается. Есть большая библиотека разного рода музыки, классической, электронной, любой другой. Можно загрузить свои треки, и можно добавить голос за кадром. В общем, вся красота здесь присутствует. Но, к сожалению, вот такой бесплатный тариф, хотя ограничения здесь до двух минут, по-моему, можно в видеоролике создавать, и качество, конечно, страдает. 360 маловато, хотя для социальных сетей, в общем, подойдет. Вариант этот. Если хотим что-то покрасивее, то, естественно, за это придется платить. Одно время очень хорошо принимались платежи. В сегодняшней ситуации ничего сказать про это не могу. Надо проверять. Утверждаю, что у сервиса Renderforest есть российский провайдер, который позволяет заиметь платный тариф. Если очень захочется, то можно об этом поподробнее узнать, спросить на сервисе. Там есть русская группа поддержки. Можно у них поинтересоваться. А так на бесплатном тарифе, вот, к сожалению, только так. Но зато русский язык. Здесь тоже можно анимацию создать буквально за полчасика. Получится довольно интересно. Еще один сервис, Pautoon. Работает он давно, но я уже его знаю с 2003 года. Нет, с 2013 года. То есть уже 10 лет как в нем работает. Он тоже позволяет создавать видео по шаблону. Вот пример. такого видеоролика. И видео с нуля. Сейчас с нуля тоже вам скопирую, поставлю. В чем хорош сервис? Он позволяет создавать не только мультяшки, позволяет создавать видеоролики с анимацией. То есть на основе видео, каких-то футажей. И может это все миксовать, соединять два в одном. То есть вы можете взять видеофутаж, поставить туда анимированных героев из разных стилей. Ну и получить в итоге какой-то видеоролик. Здесь есть возможность загрузить свою презентацию PowerPoint и из нее что-то создать. Правда, не очень красиво получается. Я пробовала, мне не понравилось. Поэтому либо по шаблончику попробовать, либо с нуля. Конструктор очень похоже выглядит, только немножко уже посложнее. Ну, с одной стороны он похож на PowerPoint. У нас вот здесь слайды есть, список слайдов, сценок. Здесь анимация тоже создается за счет того, что меняется сценка. Здесь у нас библиотека. Сейчас по ней более подробно пробежимся. Принцип. Добавляем слайд. Сюда загружаем персонажей. Если это готовый шаблон, то уже внутри какие-то персонажи есть, какие-то тексты написаны. Нам остается только одно стереть, второе написать. На ленте времени внизу мы отмечаем время, когда появится каждый из персонажей, когда он исчезнет. Здесь есть режимы анимации, появление и исчезание. Здесь есть пишущая рука, которая рисует текст на слайде. Что еще? Есть музыка, есть озвучка. В общем, весь основной функционал. По ограничениям. В бесплатном тарифе создаются видеоролики до трех минут продолжительностью. Качество 720. В общем, вполне даже неплохо для бесплатного тарифа. Но имеем в виду, здесь очень много платного контента. Это немножко огорчает. Поэтому запасаемся своими картинками и тогда вперед. Что касается библиотеки. Вверху мы можем настроить режим анимации. Вот это обычный мультик. Animation Look. Здесь есть черно-белая анимация, есть инфографика, есть какие-то другие стили. Они все вот здесь выбираются. Платное помечено словом PRO. Если увидели PRO, значит пропускаем. По кнопочкам. Это сценки. Здесь все рассортировано уже по готовым сценам. То есть открываем сценку Офис и там набор каких-то персонажей, каких-то фонов, каких-то героев. Просто их переносим в слайд. Дальше. Это у нас фоны. То же самое. Набор фонов. Щелкаем. Появляется он на экране. Текст поддерживает кириллицу. Не все шрифты, но очень многие сейчас. Он стал более интересно работать. К текстам можно принимать разные, применять разные анимационные эффекты, в том числе рука, про которую я уже говорила, которая пишет из текста. Дальше у нас герои идут. Про героев давайте отдельным слайдом поговорим. Вот они. Это у нас персонажи. Они анимированы, они машут ручками, они двигаются. Ну вот, например, я выбрала какого-то героя из этого набора и сразу могу его настроение передать. То есть это здоровающийся, счастливый, грустный, злой, думающий и так далее. Здесь большая вариация этих персонажей. Можем выбирать любого, переносим его на экран, ну а дальше его можно еще немножко будет подредактировать. Дальше. Это у нас неодушевленные герои, это у нас фигурки, это у нас картинки, но не вот такие анимационные, а просто фотографии. Видеоролики, так называемые футажи, их иногда для фона берут, там какие-то красивые абстрактные фигуры, летающие, например. Вот можно из библиотеки взять, можно свои загрузить, ну и это озвучка, соответственно. В самом низу, которая здесь не пометилась на экране, кнопочка, где хранятся наши файлы, которые мы загружаем внутрь этой презентации. Итак, что касается озвучки, можно добавить, как я уже сказала, свою озвучку, можно добавить музыку, можно записать онлайн через вот эту кнопочку My Voice Over, ну и вот набор готовых музыкальных треков. Смотрим то, что бесплатно, вот если премиум, премиум это платная вариация, листаем вниз, там внизу есть папочка, которая называется Free, оттуда можно взять что-то бесплатненькое. Точно так же, как добавляется музыка, просто выбираем трек, щелкаем по этому треку, и вы увидите, он появится внизу на ленте времени, отобразится, что вы его добавили. Что касается персонажей, героев и картинок. Если картинка пропала, то можете перезагрузить браузер, может быть, проблемы со связью, вообще, по идее, она не должна пропадать. По крайней мере, у меня все работает. Итак, ну, смотрим, что у нас тут с текстом, например. Итак, вот текст, сюда я впишу что-то, а дальше вот настройки, которые будут появляться как всплывающее меню. Ну, вот это все знакомые нам настройки, что здесь интересного есть. Здесь есть эффекты, это эффекты анимации, появление, исчезание и так далее, и перемещение. То есть у нас текст может не просто статично где-то стоять, он может прыгать по всему экрану. Давайте посмотрим. Вот у меня слева это эффекты на вход и на выход. Это на появление, значит, а это на то, как он с экрана исчезнет, наш текст. Выбираем, какие здесь варианты есть. Можно буковка за буковкой, слово за словом и так далее. А можно вот рубежущую руку подключить. Причем тут есть разные руки, можно выбрать и женскую, и мужскую. То же самое касается выхода. Рука может не обязательно писать, она может просто уносить героя, выставлять его и так далее. Новая опция. Мы можем звук добавить. Например, персонаж появляется на экране с каким-то щелчком. Вот в этой библиотеке можно подобрать звук на появление. Далее. Что касается перемещения. С правой стороны, вот это у меня нарисовано, как перемещать текст. Пишем текст, добавляем эффект перемещения, а дальше просто мышкой сдвигаем в нужное место. Вот траектория нарисована. Жмем на кнопку закрепить, и все отлично. У нас текст будет перемещаться. На ленте времени это вот так отобразится. Вот здесь он статично у нас стоит, а вот эта полосочка темно-синяя, это означает, что он будет здесь двигаться. У нас есть маркеры с одной и с другой стороны. Двигаем их влево-вправо, и тогда у нас текст будет двигаться не на первой секунде, допустим, а на третьей, четвертой и так далее. Вот лента времени здесь помогает настраивать все эффекты, и с руками, и вот с появлением. Точно так же все отобразится, а мы здесь просто маркерами двигаем, нужную скорость устанавливаем, когда и что у нас появляется. Героями с персонажами такая же история. Тоже у них есть эффекты такие же. Правда, рука здесь рисовать не будет, к сожалению. Она будет просто выносить героя на экран, и все. Дальше тоже у нас есть эффекты перемещения по экрану, ну и вот анимация, появление исчезает. Дополнительно можно поменять позу персонажа, то есть вот сюда она машет левой рукой, можно развернуть, чтобы она махала, допустим, правой. Тут еще такие дополнительные настройки. Что еще? Я уже сказала про ленту времени, вот, например, как управлять лентой времени, более подробно тут заскриншотила. Вот у нас есть какая-то картинка, она появляется на четвертой секунде с эффектом проявления, и вот она исчезает на девятой с эффектом вниз. Это все настраивается, это все двигается в право-влево. Здесь вот вся сложность как раз в управлении лентой времени. Набросали героев на слайды, представили, что там и как появляется, в каком порядке, ну а дальше каждый элемент, вот так на ленте времени мы отображаем. И текст, и картинку, и других героев. Вот так. Поэтому здесь работа будет, конечно, более трудоемкая, но она такая довольно интересная. Что еще? Последний штрих. После того, как мы добавили озвучку. Ну, с озвучкой, я думаю, понятно, такая же история. Она появится на ленте времени, мы ее двигаем, если не хотим, прямо с самого начала, просто подвинем ее вправо, влево, как хотим. В общем, все там настраивается. Проиграем, если все отлично. Осталось последнее. Эффекты между сценками. Это переходы между слайдами в PowerPoint называется. Здесь они разные. Есть, как в PowerPoint, а есть какие-то необычности, там водоворот, театральный занавес, хлопушка кинематографическая, мозаика и так далее. Выбираем. Можно один и тот же ко всем слайдам, можно для каждого подобрать свой собственный. Сохраняем видео. На выходе получаем ссылку, получаем код. Можно встраивать на сайте и в блоге. И скачать, к сожалению, нельзя, но можно экспортировать на YouTube. Если у вас есть свой канал на YouTube, загружаем туда, ну а дальше, я думаю, вы знаете, что делать с YouTube, как оттуда скачивать видео. Так что здесь тоже особых проблем нет. Ну и еще немного расскажу вот об этом сервисе Анимейкер. На сегодняшний момент, мне кажется, что он такой наиболее функциональный, потому что у него еще больше возможностей, чем у предыдущего. Ну, давайте я вам пару ссылок отправлю в чат. Это работы, которые делали участники моего мастер-класса с помощью этого сервиса. Он на русском языке. Вообще у него два домена. Он живет на animaker.com и на animaker.ru. Ну, я думаю, вы понимаете, куда надо идти, на animaker.ru. Там все будет переводиться на русский язык, и все станет намного понятнее. Инструменты, как вы видите, абсолютно такие же. Внизу лента времени, только поменялись местами слайды и библиотека. Библиотека переехала влево, а слайды теперь отображаются вправо. Принцип такой же. Есть сценки. Туда бросаем элементы, пишем тексты. На ленте времени настраиваем это все, сохраняем и радуемся. Что по бесплатному тарифу? Качество 360 предлагается в сервисе. Ой, вру, наврала. 480 качества. Видеоролики до двух минут продолжительностью. Ну, внизу будет, понятно, водяной знак. И экспортировать из этого сервиса можно то пяти раз в месяц. То есть вы можете создавать там 25 видеороликов за месяц, но скачать на компьютер или на YouTube можно только пять из них в месяц. Оставшиеся тогда на другие месяца распланировали. Ну, в общем, ограничения такие серьезные. Давайте смотреть. Библиотека. Вот она у нас. Здесь примерно такие же кнопочки. Одушевленные герои, неодушевленные тексты, фоны, изображения, фотографии, видео, озвучка с музыкой, наши загрузки. Здесь даже подписывать ничего особо не надо, просто по кнопочкам понятно. Если, например, мы выбрали персонажа, то вот появляется сразу много-много кнопок для его настройки. Во-первых, мы можем выбрать самого героя, девочка, мальчик. Во-вторых, здесь есть опция создания своего собственного персонажа. Вот это очень интересно. Мы можем вот в этом жанре, вот в таком, создать своего героя, он будет такой же анимированный, ручками, ножками будет двигать, но он будет наш собственный, свой личный. Правда, таких героев можно создать только два в месяц, но они будут ваши собственные, и они будут у вас в библиотеке храниться, и вы в любой момент можете их использовать. Как их создают? Берут просто фигурку, а дальше вы ее одеваете, придумываете костюмчик, лицо, цвет волос, глаз и тому подобные настройки, пошагово все. И этот герой добавляется в библиотеку, и теперь можно его использовать в анимациях. Что еще интересненького? Вот настройки персонажей. Ну, во-первых, их можно перекрашивать, можно добавлять так называемые дополнительные действия. Вот это тоже интересная штука, чего нет в других сервисах. Перемещать, ну, с этим мы уже сталкивались. Озвучивать. Что это значит? Это не значит, что просто будет голос за кадром, это значит, что этот герой будет произносить какой-то текст. Шевелить губами и этот текст произносить. То есть вот максимально приближено к анимации все. Давайте посмотрим. Ну, дополнительные действия. Что это такое? Например, у нас герой бежал, 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 потом остановился и заплакал. Ну, вот такой сюжет. Чтобы не создавать 10 тысяч слайдов, мы можем это сделать все на одном. Ставим героя, допустим, у нас просто стоящий. Потом добавляем дополнительное действие. Выбираем. Он неожиданно у нас заплакал. Выбираем ту же фигурку, но плачущую. На том же самом месте она у нас стоит. На ленте времени мы увидим, что на какой-нибудь секунде она у нас заплачет. Двигаем маркеры, определяем, на какой именно секунде. Таких действий можно создать, как вы видите, большое количество. То есть у нас герой может по одному слайду неограниченное число совершать телодвижений. Обязательно нажимаем «Применить», чтобы все это у нас появилось и сохранилось. Что касается озвучки. Вы можете вложить в персонажа свой собственный голос, записать его онлайн, загрузить. Есть еще опция перевода текста в речь. Можно написать текст и попробовать посмотреть, как робот его озвучит. Там на выбор несколько голосов можно попробовать поэкспериментировать. Самое замечательное, что сервис будет двигать, что у нас персонаж будет двигать губами в такт этому голосу. То есть можно создать озвученный мультфильм. Вот таким образом. Что еще? Перемещение. Ну, с перемещениями здесь похуже, чем в PowerPoint, потому что в PowerPoint мы сами рисовали движение и его траекторию, а здесь выбираем из того, что есть. По прямой, по квадрату и вот по такой закорюке. Здесь своего как-то не получится нарисовать. Ну, если угодно, можно придумать, что у нас герой будет каким-то образом двигаться. Тоже обязательно нажимаем «Применить». Ну и еще, естественно, тут есть анимация. Появляются и исчезают тексты, как в PowerPoint, как в Powtoon, все то же самое. Эффект на вход, на выход через шестереночку. Это касается не только одушевленных героев, но и неодушевленных и текстов. Здесь шестеренку вы везде увидите, она отвечает за анимацию. Что еще? У текста тоже есть перемещение, тоже есть анимация, прозрачность, расстояние между буквами, контуры и так далее. То есть вот такие достройки. Можно выбрать шрифт, цвет, размер. Все стандартно, как в других сервисах. Музыка. Здесь есть музыкальные треки. Их не так много, но присутствуют. Можно загрузить свою. Здесь есть даже опция со звуковыми эффектами. И вы можете добавлять сразу несколько звуковых дорожек. То есть можно музыку, потом какой-то звуковой эффект, потом музыку продолжить. Как вы понимаете, это все регулируется вот здесь внизу на ленте времени. На ленте времени есть отдельный раздел для музыки. Он обозначен вот так, микрофончиком. И там мы можем делать с музыкой все, что считаем нужным. Двигать ее, укорачивать, удлинять. Все с помощью маркера. Ну а это библиотека музыки. Она здесь рассортирована по категориям и по жанрам. Можно, естественно, все загрузить свое. Ну и еще, что интересного здесь присутствует, лента времени, но она немножко другая. Здесь отдельно лента времени для музыки, отдельно для персонажей. По сути, тут три будет этих разных ленты времени. Одна отмечает сценки. Вот это, например, лента времени отвечает за сценки. Вот эта вот с человечком, она у нас отвечает за перемещение каждого из героев, который на слайде. Ну и третья у нас будет за музыку отвечать и за все, что с ней связано. Переключаясь между этими разными лентами времени, мы с помощью вот этих замечательных черных маркеров все регулируем. Ну, например, вот у нас эта девочка появляется с первой секунды. Вот эта она будет двигаться. Здесь она у нас замерла. Фиолетовая – это статика. А здесь она, наверное, исчезает. Вот таким образом у нас лента времени показывает, что происходит с героем. И так по каждому объекту. Еще дополнительно. Сервис на этом не успокоился. У него есть опция «Крупный кадр». Зачем создавать, опять-таки, много кадров разных, когда можно, как в кинематографе, приблизить камеру и отдалить? Для этого есть опция «Динамическая камера». Как это работает? Вот мы поставили фигурку. Вот прямо с самого начала она у нас в кадре стоит. Щелкаем по этой линии и в меню выбираем опцию «Динамическая камера». Она, после того, как мы нажали, появляются вот такие точечки. И мы можем приближать эти точечки, показывать, какую часть фигурки мы хотим покрупнее создать. Ну, то есть отметили границы. И когда это мы все отметили, лента времени у нас поменялась. Вот здесь у нас был крупный кадр розовый. Мы показывали крупнее, а дальше вот у нас уже обычный кадр, стандартный. Мы можем таким образом наезжать и отъезжать неограниченное количество раз. Вот сколько сценка длится, мы можем с камерой так развлекаться сколько угодно. Розовый и фиолетовый у нас всегда отвечают. Вот фиолетовый отвечает за статическое, за стандартное, а розовый отвечает за динамику, за приближение и удаление. Ну и маркеры нам в помощь, чтобы все это настроить. Здесь, конечно, еще больше телодвижений, здесь еще больше настроек, но, наверное, оно очень интересное, потому что сервис с популярностью пользуется. И опять дополнительный штрих. Настраиваем переходы между слайдами, как обычно. Здесь они не такие креативные, как у Паутуна, но тоже вполне достойные. Сохраняем, как я уже сказала, можно скачать даже прямо к себе на компьютер. И последний инструмент на сегодня – сервис мувли. Тоже незаслуженно мною забытый, поэтому и справляюсь. Давайте я вас напоследок развлеку белыми медведями. Вот вам видео про белых медведей, а я пока буду рассказывать, как я его сделала. Итак, сервис мувли. Он тоже такой неустойчивый в тарифном плане сервис. То он закрывал бесплатные планы, то открывал. Сейчас вот открыл, поэтому делюсь с вами, что он рабочий. Этот сервис, у него есть бесплатный тариф. Он создает 480 качества, как у анимейкера, кстати. Тоже с водяным знаком, но практически без ограничений видеоролика, только по длине до 2 минут. Он принципиально отличается от всех сервисов, потому что слайд здесь всего один, а все делает лента времени. То есть как это работает? Мы выставляем каких-то персонажей, они у нас исчезают с экрана, и мы на этот же самый слайд уже выставляем следующую группу героев. Опять ленту времени двигаем, третья. Все происходит на одном вот этом белом поле, в бесконечном слайде, до 2 минут продолжительности. Здесь у нас есть библиотека сервиса. Вот она здесь. Здесь есть раздел графика, есть раздел музыка, есть раздел фон и видео. Там можем выбирать все, что нам понравится. Дальше. Есть персональная библиотека. Сюда мы загружаем все объекты, которые хотим добавить. Можно загружать картинки, музыку, видео. Вот, пожалуйста, кнопочка. К сожалению, нельзя записать озвучку. Это платная опция, но мы ее можем записать отдельно и загрузить, как обычный музыкальный трек. Помним, что ограниченность 2 минуты. Если трек будет больше хотя бы на секунду, то он не загрузится. Как это работает все? Текст добавляется, картинки добавляются. Тут же появляются с правой стороны все их настройки. Настройки здесь очень подробные. И здесь и размытие, и тени, и обводки, и чего здесь только нет. Это для текста. То же самое касается и рисунков. Рисунки. Их можно поискать по библиотеке. Кстати, есть поиск и на русском, и на английском. Можно и так, и так. Дальше. Если мы берем что-то из библиотеки, мы можем перекрасить это все. Вот есть опция «Редактировать». Эту звездочку мы можем раскрасить в другой цвет. А еще мне предложили, например, нарисовать на ней смайлик, личико. Но это все зависит от картинки. Смотря какую картинку выберете. Если грузим свои изображения, то их нельзя редактировать, их можно только обрезать. А если что-то берем из библиотеки, то можно так еще с ними поэкспериментировать. Вставляем в проект, а дальше делаем на ленте времени все, что считаем нужно. Лента времени. Она здесь многослойная. Каждый объект – это определенная полосочка. Чем больше объектов, тем у нас она будет слоеннее. То есть пока у меня здесь только один объект, поэтому полосочка только одна. Добавлю еще что-то, появится внизу следующее. Каждая полосочка как-то называется, но Луна, она так и называется, Луна-мун. Вот это время нахождения Луны на экране. Опять-таки есть маркеры справа и слева. Двигаем, и тогда у нас Луна появится не на второй секунде, а на первой или на пятой, и тому подобное. Лента времени отвечает и за анимацию тоже. Куда у нас делась анимация? Она внизу. Под лентой времени. Как она работает? Я щелкаю по этой самой Луне, нажимаю на кнопку «Добавить анимацию», и вижу, что здесь есть разные эффекты. Есть на появление, на исчезание, есть на движение, то есть она может двигаться по кадру как-нибудь. Есть выделение, то есть она будет пульсировать, выделяться. Есть руки анимированные. Руки будут выносить на экран нашу картинку или ее забирать, в зависимости от того, какую руку мы выберем. Выберем. Раньше руки рисовали картинки. Вот в моем видеоролике есть рука, которая рисует зонтик. К сожалению, почему-то эту опцию отключили, и очень жаль. Пока руки только выносят картинки. Тексты могут писать руки. Тексты они пишут. Дальше. И после того, как мы анимацию добавили, она тоже на ленте времени отобразится вот так, в виде вот такого отрезка с двумя точками. И мы можем тоже этот отрезок двигать вправо, влево, и делать анимацию так, как считаем нужным. Кнопка с корзинкой все это удаляет. И проигрывается кнопочка для проигрыша, находится в правом верхнем углу. Можно сразу посмотреть, как это все будет красиво работать. Переходов между слайдами как таковых нет. На выходе мы получаем видеоролик в формате MP4. Нам не дадут его скачать, но зато нам предложат его закачать либо на YouTube, либо на Google Диск. Так это вообще отлично. Скачиваем на Google Диск, а оттуда к себе на компьютер, например. Так что здесь особых проблем с этим нет. Тоже интересный сервис. У него такая мрачная краска черная, но тем не менее вполне функциональный инструмент. По количеству анимаций здесь никаких ограничений нет. Только по длине видеоролика. За двух минут повторю. Естественно, говорить об анимации можно долго и бесконечно. Есть много программ специальных. Некоторые, я знаю, говорят, что это не настоящая анимация, что вот надо программу. Когда работаешь с программой, то это да. Я с этим спорить не буду. Действительно, есть много программ для анимации. В сегодняшней ситуации, понятное дело, что не все можно скачать и установить бесплатно. Поэтому вот из моего списка осталось четыре программы. То, что скачивается, устанавливается на компьютер. Если вы планируете профессионально, ну, более-менее профессионально этим заняться, можно попробовать. ScienceFig Studio и Blender – это зарубежные программы, которые, вот верхняя работает в 2D анимации, Blender работает в 3D анимации. Дальше. Vig Editor – это такой сервис-программа. То есть он вообще без регистрации работает. Можно в режиме онлайн работать, а можно скачать его к себе на компьютер как программу и работать без привязки к интернету. И вот эта вот программа – это российская разработка. Toonjoy Animatic. Это программа для создания 2D анимации. Она бесплатно предлагается для тех, кто работает в школах, руководит мультстудием. В общем, для некоммерческого использования она бесплатная. На русском языке российские разработчики предлагают ее доработать. Но это вот из моего списка. Что касается Супы – отличный сервис. Я о нем рассказывала, как-то вела веб-сервис по графике. Но у Супы, к сожалению, ограничение 40 секунд в бесплатном тарифе и введеной знак при всем при том. Да, Супа тоже можно в список включить, как веб-сервис для работы тоже используется. Друзья, есть ли у вас какие-то вопросы ко мне? Не слишком ли я вас загрузила информацией? Такой информационный обзор у меня сегодня. Ну, с другой стороны, я подготовила вам обучалки. Я написала 13 обучалок по каждому сервису, о котором сегодня говорила. Вот они, ссылки на экране перед вами. Это активные ссылки. Так что, если вас что-то заинтересовало, вам что-то понравилось из того, о чем я говорила. Вот, пожалуйста, обучающие, вспомогательные материалы. Буду рада, если вы их используете в работе. Ну, и если вам они пригодятся, тоже будет здорово. Если вопросов нет, давайте я тогда расскажу, о чем мы будем говорить в следующий раз. Да, спасибо, будем разбираться. Да, удачи вам в работе. Надеюсь, понравится работать. В следующий раз мы поговорим о сервисе интеракте. Это русскоязычный сервис. Некоторые его называют российским сервисом для создания разного интерактивного контента. Он создает ленты времени, интерактивные плакаты, викторины, тесты. В общем, следующий вебинар будет посвящен одному сервису, но с большими возможностями. Так что будем его тестировать в следующий раз. Я уже там более подробно буду рассказывать, на какие кнопки нажимать, чтобы получилось красиво. Спасибо вам большое за то, что пришли. Как всегда, мои координаты на экране. Если вдруг захотите подписаться, вступите в группу, в канал, в Телеграм, то буду только рада. Ну, увидимся через две недели, 17 апреля. До новой встречи и всего вам хорошего. Главное, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok